Великий старец нашего времени, схиархимандрит Христофор Никольский. При жизни старец был известным своей высокодуховной жизнью, подвижничеством, прозорливостью, дарами исцелений, однако не настолько, чтобы о нем знали в России все христиане. Многочисленные свидетельства его чад и людей, соприкасавшихся с ним, уникальны. Но более всего уникальны и страшны сами по себе его пророчества. Они настолько серьезны, что некоторые очевидцы его откровений просили не упоминать их имени при публикациях, а некоторые не публиковать эти пророчества вообще. Но все эти пророчества носят не частный характер, а общецерковный и вселенский. Тем более, что все пророчества приводятся по воспоминаниям не одного, а минимум нескольких человек. Иеродиакон Авель Семенов Жизнь и описание Схерхи Мандрита Христофора Старца Евгения Леонидовича Никольского Годы жизни 1905-1996 год Часть двадцатая А было со мной еще такое. Это матушка Пороскева знает. Она тогда еще была Зоя, а я Мария. Мы еще не были монахинями. Я тогда работала в храме Дмитрия Солунского. Ехал автобус по чаю. И очень загорелась душа туда поехать. А денежек не было. Мне люди дали в долг. Я заплатила и прибежала к батюшке. Говорю, батюшка, по чаю въедут автобусом. Как мне хочется, батюшка, благословите. А он так строго мне и говорит, пришла, батюшка, благословите. Уже деньги заплатила, уже в список включили. И только тогда пришла. Ты не пришла, когда только организовывали автобус. Ты бы пришла и спросила, батюшка, есть ли мне Божье благословение поехать по чаю помолиться? А я бы тогда тебе ответил так, как Господь управил бы. И сказал, есть тебе Божье благословение по чаю ехать или нет? Не знаю, не знаю. Ты не пришла вовремя и не благословил. Вы знаете, я так плакала. Это все было при Зое. Отплакалась и говорю, батюшка, родной мой, ну благословите. А он не благословляет. Вечер уже, а на завтра утром идет автобус. Я бегом в храм святителя Дмитрия Солунского. Девочки, отдайте мне мои деньги. Меня батюшка не благословляет. Они говорят, какие деньги? Мы их сдали. Вот, представьте, я заняла деньги и не еду. Опять приезжаю к батюшке, да не одна, и Зоя Ивановна. И еще другие люди так его уговаривали. Батюшка, милый, ну пожалуйста, благословите Марью Васильевну. Ну что же, она и деньги заняла, и деньги уже ушли. Ну благословите. И выпросили у него благословение. Выпросили. Но я чуть из жизни не ушла. Такие у меня были искушения. А батюшка это провидел, что мне может быть такое. И только его молитвами жива осталась. Но что я пережила, только Господь знает. И батюшка знал. Вот почему он меня не благословлял. Всех благословил, а меня одну не благословлял. Вот такой мне был урок. Приехали мы к батюшке с рабом Божьим львом. Побеседовали и стали уходить. А лев говорит. Батюшка, я молюсь за вас, каждый день молюсь. А батюшка ему сразу отвечает. Да, молишься. А ни одного поклончика не положил. Хотя бы три поклончика положил за батюшку. Лев растерялся. Да, говорит. Вот так батюшка меня и обличил. Точно. Поклона-то я ни одного не сделал. Прости, батюшка, прости. Буду молиться с поклонами. И мы уехали. А лев очень удивлялся дорогой. Как же так? Обличил его батюшка. Батюшка все знал. Вот зовут меня еще раз в святое место пополомничать. Я прихожу к батюшке и прошу благословения. Он помолится и говорит. Нет Божьего благословения. И все. Я уже наученная. И не рвалась ехать. А потом у меня было такое очень серьезное непослушание. Нас, бухгалтеров, сократили из храмов. И оставили одних казначеев. Это был приказ с Москвы. Сначала было так. Решили мне убавить зарплату. Батюшка, как узнал, тут же сказал. Если вы убавите зарплату Марье Васильевне, я кушать у вас здесь не буду. И из своих денег буду содержать ее. А у меня же двое малых детей было. Батюшка тогда поступил очень строго. И они послушались батюшку и не сняли с меня 50 рублей. Оставили. Но потом все-таки уволили. Приказ есть приказ. Два месяца я была без работы. В мир не хотелось идти. И я очень плакала. И переживала, что сократили. И просилась даже туалеты мыть. Лишь бы остаться при храме. Но покойный отец Вячеслав не мог нарушить распоряжение. А свободных мест не было. Когда я пришла к батюшке домой, заплакала и говорю. Ну что же, батюшка, двое деток. Все на мне. Как же мне быть? Кормить их надо. А я вот не работаю и не могу устроиться. А он мне говорит. Вот если бы ты в больницу пошла работать, вот было бы благодатно. Я сразу побежала в больницу Симашка. Прихожу, а им как раз нужен был экономист. Я так обрадовалась. Зарплату дали мне хорошую. 140 рублей. Тогда зарплаты были 70-80 рублей. Я прибежала к батюшке, такая радостная. Я говорю, батюшка, я работу нашла. А он спрашивает. Ну и где же ты ее нашла? Батюшка, в больнице. Отвечаю. О, Господи, как хорошо. Какая благодать. Это хорошее дело в больнице-то поработать. И кем же ты? Батюшка, ну, по своей специальности экономистом меня берут. У-у-у, опять главбух. Это не спасительно. Не благословляю. Вот если бы ты устроилась нянечкой полы мыть, больным белье перестилать, ухаживать за ними, вытаскивать из-под них, подмывать, горшочек подставлять. Вот где спасение. Вот что спасительно. Награда-то была. А это? Ты опять счетный работник. Это опять бумажки твои. Как работала, так и обратно пойдешь. Это не спасительно. А у меня уже срок непрерывного трудового стажа кончался. Больше двух недель нельзя было. Нужно было устраиваться. На ту работу, куда меня батюшка благословлял, я не пошла. А слушалась. Устроилась на другую работу, на железную дорогу, на московском вокзале. Сидела в справочном бюро, была диктором, вторым дежурным по вокзалу. Там я получила на всю жизнь урок. Я получила труд увечья. Пришел как-то отец Дмитрий из храма всех святых и попросил помочь купить билет до Москвы. Он увидел меня и сказал, матушка, куда ж ты пропала? Ты из рая попала в ад. Вот как ослушаться старца и его благословения. Вообще в своей жизни я убедилась в одном. Если батюшка благословляет, то это от Бога идет. Благословение надо выполнять. А если батюшка не благословляет, то никуда это дело не годится. Не угодно Богу. Одно время я работала в храме святителя Дмитрия Солунского в должности бухгалтера. Однажды пришла как-то раз к батюшке, а он мне как стукнет по голове три раза и говорит. Глав бух, бух, бух. А этим оказывается он предсказал, что ко мне едет комиссия с проверкой. По молитвам батюшки все, слава Богу, обходилось благополучно. А когда где-то было неясно, снова шла к батюшке, а батюшка строго оставил меня на место. «Нет, у нас есть настоятель, батюшка Вячеслав, вот с ним и решай все вопросы, а я не настоятель». Он очень ревностно любил отца Вячеслава и очень страдал, если батюшка Вячеслав заболевал, молился, молился за него. Батюшка всех любил одной любовью. Был как дитя. У него тоже было много скорбей и искушений, но он ни на кого не обижался и нас этому учил. Любил любить всех, даже врагов своих, и молиться за них, и благодарить их. Любил всех ублажить, накормить, и живых людей, нищих, и кошечек, и собачек. Даже кормили они с матушкой Михаилой пчелок и ос. Ставили на стол блюдечко с медом или варенье, и те летели в форточку и кормились. Любил батюшка птичек кормить. Матушка Михаила во дворе дома сыпала в корыце крошки хлеба, зернышки, и все птички питались. А как батюшка любил цветы. Даже когда он ослеп, матушка все равно много сеяла цветов около дома. Была одна девушка из города Ефремова, 19-летняя Елена. Заболела очень серьезно, случилось что-то с головой. И стала как не в своем уме. Хотела убить себя и своих родителей. Сколько ни обращались к врачам, помочь никто не мог. Услышали они о батюшке, приехали к нему, а батюшка говорит, попала на экстрасенса, вот твоя и болезнь. А Елена ответила, да я живу с ней вместе. Батюшка благословил уйти от нее, жить отдельно и по святым местам повозить девушку. Родители все выполнили. Еленочка стала здорова. Слава Богу, молитвами батюшки она теперь работает, все хорошо. Когда батюшка стал слабенький, то мы его спрашивали. Вы, батюшка, отойдете ко Господу, а как же мы будем жить без вас? А батюшка отвечал. Я оставляю вас на Господа и Царицу Небесную. Ходите в храм Божий, в собор всех святых, к мощам Иоанна Тульского. Ставьте ему свечку и три поклончика положите. Он вам и будет помогать. Он великий перед Господом. Приходите на мою могилку и все мне рассказывайте, как живому. А я там за вас буду молиться. Молитесь Господу, молитесь Матери Божией, и Господь вас не оставит. Батюшка восстановил восемь храмов, очень любил Господа и Дом Божий. Великий был постник. Голоса такого я больше не слышу. Очень скорбимо, батюшки, как он нам дорог. Мы сиротки без него. Царство ему небесное. Когда батюшка отошел ко Господу, он в гробе стоял в храме Дмитрия Солунского. От гроба шло сильное благоухание. Когда митрополит Серапион подошел к гробу и открыл лик батюшки, а я стояла рядом, Господь сподобил взглянуть на него. Он лежал, как ангел. Лицо нежно-белое, а на щечках играл румянец. Я его такого живым не видала. Дай Бог доброго здоровья нашему владыке Кириллу и Царствие Небесное, местушка покойная, митрополиту Серапиону. Они организовали хорошие похороны. Вот, считает один священник, священники все были одеты в кипельно-белые одеяния. Заканчивает Евангелие, а другой начинает. И такая была благодать. Я такой еще не видела. Священники у гроба, как стража Божья, стояли. Все проходили, все прикладывались к гробику батюшки, а мы, певчие, на Клиросе пели. Прибыл митрополит Серапион. Вошел в те двери, где был наш Клирос. Встал прямо на амвон, облокотился на жест. А говорить не может. Ему надо говорить. Все замолкли. Полный храм прихожан, а он не может говорить. Но потом начал. Дорогой отче, трудно мне говорить, как ком подошел к горлу и заплакал. Он рыдал, слезы прямо лились. Так со слезами и говорил. Дорогие братья и сестры, отошел ко Господу наш великий молитвенник. Осиротела Тула. И далеко-далеко за пределами Тулы, осиротели, отошел от нас огненный столб. Молитвенник. «Отче, когда я к тебе приезжал, когда ты был живой, а я был как не свой, как неживой. А когда я уезжал от тебя из твоей кельи, то я как на крылышках летел. И у меня все устраивалось, где было тяжело. А сейчас у меня, ты знаешь, отче, и слышишь меня, тоже вот такое тяжелое время. И когда ты был жив, помогал мне, помоги мне и сейчас пережить то, что сейчас у меня происходит». Когда он подошел к гробику, батюшка закрыт был. Он открыл пелены, чтобы проститься с ним. Все это было очень благодатно. Все прощались, просто поток шел вокруг гробика. Был декабрь, зима, но очень тепло. И когда привезли батюшку в него в монастырь, пели три хора. Народу было так много, что владыка объявил. Дорогие братья и сестры, туляки, кто простился с батюшкой, просим не подходить больше к нему. Вы в Туле простились с ним. Пусть простятся те, кто отовсюду приехал к нему. А то мы его не похороним. Уже темно будет. Хотя я знаю, что вам всем еще хочется подойти к батюшке. Ну, конечно, хотелось. Но мы слушались благословения владыки. Батюшку уже в могилку опустили, земелькой засыпали, цветами уложили. Мы уже перестали петь. И вы знаете, вдруг прилетели три маленькие птички. И запели вместо трех хоров. Это засняли на камеру. Чудо было. Уже темно, и три маленькие птички поют. Перед тем, как отойти, батюшка ко Господу, он почему-то очень ждал братьев оптинских. Что-то хотел им передать. Но эту тайну никто не знает. Они приехали. Когда он уже отошел ко Господу, не успели. Батюшка родину любил. Очень хорошо разбирался в политике. За много лет до того, как это случилось, он нам предсказывал, что откроются все монастыри. И что удивительно, батюшка говорил, с какого монастыря по порядку начнут открываться. А тогда вообще вера еще затоптана была. Хотелось в храм сходить, а как? Если увидят, то с работы уволят. Это было в 70-е годы. Я в политехническом институте работала. Мы украдкой бегали в храм. Надо было уехать из города, чтобы никто не увидел, иначе и должность потеряешь. И в те времена батюшка предсказывал, а мы не верили. Мы и не думали, что это возможно. Он одно твердил, откроются все монастыри, обретут мощи преподобных Амросия Оптинского, Серафима Саровского. Когда поехали за мощами преподобного Серафима Саровского, то батюшка сказал, что мощи не привезут. Так и было. Потом он сказал, когда надо ехать за мощами, и назвал даже число. Тогда-то и привезли мощи преподобного Серафима Саровского. Так же и в Оптиной обретали мощи по молитвам старца Христофора. А мощи блаженного Иоанна Тульского доставали с большими трудностями. Они ушли в землю на три метра. Долго копали, волновались, что нет мощей. Но батюшка сидел в кресле, молился и говорил уверенно, копайте, копайте, они здесь. Последние годы батюшка не благословлял браки. Пришла одна мама, сыночка привела и просит, батюшка, благословите сына моего, жениться. А он отвечает, нет, 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 это не ко мне. С этим вопросом не ко мне. А раньше-то он благословлял. Вот и мои дети женились по его благословению. А потом нет. Он говорил, доженились-то до самого конца, когда Ной пришел. И уже начался всемирный потоп. Женились и замуж выходили, и рожали. Все, нет, не дано Богом. Потом привезли одну девочку. Мама хотела ее в монастырь отдать. Но батюшка сказал, что нет, Божьего благословения нет принимать пострых, потому что она не наберет силу. И вообще батюшка последние годы в монастыри не благословлял. Говорил, молодые монахи силу не наберут. А кормляться не у кого, старцев нет. Так и останутся зелеными, а сами по себе они не вырастут. Монастыри страдают сейчас. Старцев-то и старец нет, некому окормлять. А старцев Господь всех заберет. Время последнее. Антихрист у порога. Когда произошел Чернобыль взрыв, батюшка знал, что там случилось. И он молился. И само место, где была станция, не пострадало. И батюшка говорил, что все кругом заражено. А само вот это место, там радиации нет. И храм-то, который рядом стоит, не пострадал. Он даже так говорил, что радиация – это сатанинское наваждение. Господь милосердный спас. Поэтому не бойтесь, что там все отравлено. Все крестом. И молоко, и сметану, и все продукты. И потом кушайте. Чтил святых Феодосия и Лаврентия Черниговских. Говорил, что это два светильничка. А о преподобном Лаврентии сказал. Посмотрите, что он пишет. И благословлял вникать и прислушиваться. О Распутине батюшка отзывался очень хорошо. И очень чтил его. Очень почитал царя Николая II. Очень. Он так и говорил, что гибнем мы, потому что кровь его на нас и на наших детях. Что то, что произошло, это тяжкий смертный грех, цареубийство. И что этот грех пребывает на всем народе. При этих словах он даже содрогался и трясся. Так, видимо, сердцем переживал. Так нам и надо. За то, что мы царя батюшку распяли, казнили его. Каяться нам нужно за это. Покаяние нужно приносить, чтобы Господь помиловал. Если Господь сподобит покаяться, и Господь простит нам, то жизнь нам еще продлит. Батюшка говорил, что сейчас идет такой гнев Божий на землю, что поспились, посгулялись, поскурились. Женщины влезли в мужскую одежду, и старая, и малая стали брюки носить. Все они, батюшка как-то так выражался, но с ума посходили. Это говорил очень плохо, очень плохо. Нельзя этого делать. Женщина должна быть женственной. В юпочке или платьице. Это смертный грех. Нельзя этого делать. И пьют, и курят, и такой разврат, что такого разврата никогда не было. Вот как Содом и Гамора погибли за разврат. Вот так и нас сожжет Господь огнем. Этот мир сожжет. Погибнут. И все благословлял уходить из городов в деревню. Еще задолго до перестройки, где-то в середине 70-х годов, говорил, придет к власти молодой, меченый, лысый, а на нем цифра 666. И пойдет все. Неразбериха, путаница. Вот с него все и начнется. Он мало побудет у власти, но дел наделает. И с этого времени изменится жизнь. Время будет очень смутное. Пойдет разделение не только союза нашего, но и семьи. Все будут разделяться. Не будут уживаться дочь с матерью, сын с отцом, сноха со свекровью. Это будет плохо, что пошло разделение. Наши девушки будут выходить замуж за иноверцев. И это очень плохо. Начнется такое, что один Бог только разберется. Батюшка нас много предупреждал о последних временах и долго-долго с нами беседовал. Храмы будут украшать, знаете как. А этого не надо будет. Нужна будет только молитва. Только молитва. Красоту не надо будет наводить. Открыли храм, создали условия, чтобы можно было молиться. Все. Не надо разукрашивать. Батюшка говорил, что, к сожалению, все будет наоборот. Будут красоту наводить, а молитвы не будет. Вспоминал еще, что все мы ездили ко святыням, по чаю, например. Спали на каменном полу в храме. И никто не заболел. Никто. А в последнее время предупреждал. Для вас будут и гостиницы шикарные, и туалеты. Это все прельщение сатанинское. Нам этого не надо. Мы православные христиане. Нам надо все, что попроще. Нам-то душу спасти, а не красота нужна. И не трапеза шикарная, богатая. Нет. Хлебушек, супчик и чаек. И слава тебе, Господи, за хлеб, за соль и за суп. Слава тебе, Господи. Нам это роскошество не нужно. Нам молитва нужна. Нам спасение нужно. Все это батюшка подытоживал одним словом. Прельщение. Так будет тяжело, а время будет краткое. Господь сократит время для спасения душ наших. А если не сократит, то не спасемся. Меня-то Господь забирает. Я-то не доживу. А вы остаетесь на страшное мучение. А меня Господь забирает. Я не доживу до прихода Антихриста. Будете вы бегать, искать старцев по всему свету. А старцев истинных уже не будет. Господь их всех заберет. Не допустит, чтобы погибли старцы. А вы останетесь на волю Божию. Я отойду ко Господу. Еще пока можно в церковь ходить. Но незадолго после меня будет смешение вер. И в храмы ходить уже будет нельзя. Не будет Евхаристии. Причастия не будет. Так хитро подползет этот рогатый, что вы увидите. Храмы открыты будут. И службы. Как шли, так и будут идти. Как пели, так и поют там. Вот просфоры. Матушка Федотья. Обращается отец Христофор к просфорнице. Вот ты, просфорница. Печешь просфоры. Вот подойдет такое время, что в храмы ходить нельзя будет. А ты просфоры. Будешь печь? Матушка Федотья сидит, улыбается. Видимо, не понимая, насколько все серьезно. И отвечает. Батюшка, а как же? Да, я люблю просфоры печь. А батюшка говорит. Ты не улыбайся. Это очень серьезно. Я спрашиваю. Ты будешь печь. А кого ты будешь кормить? Кого? Уже ходить в храм нельзя будет. Вера-то православная уже все. Ее не будет. И причастия не будет. В Туле останутся два-три священника, истинно верующих. Не более. Батюшка, опомнилась мать Федотья. А как тогда быть? А тогда, отвечает батюшка, в своих кельях молитесь. Но молитву никогда не оставляйте. Только с Богом. Только с молитвой. И дальше батюшка благословил запасаться крестами. Крестов сказал, не будет. Сначала пропадут монашеские кресты. И потом маленькие нательные кресты. Вот, захотите ребеночка окрестить, а крестов не будет. Запасайте крестики. Свечи запасайте. Масло запасайте. Чтобы вы дома могли зажигать свечу, лампадочку. И молиться. А когда нельзя будет причащаться, батюшка благословил нас запасаться крещенской водой и просфорами. Просфоры порежьте мелко. Насушите и положите в герметические баночки. Чтобы ни одна козявочка не подползла. И тогда по молитвам вашим крещенской водички, капельку и капельку просфорочки, Господь будет вам вменять в причастие. То мы в церкви причащаемся. Но в церковь нельзя будет ходить. И крещенская водичка и просфорочка будут вам вместо причастия. А потом наши храмы займут. И все разрушится, как было тогда, в революцию. Так опять будет. Поэтому батюшка не благословил доставать мощи блаженной Ефросинии Калюпановской. Говорил, что осквернят. Пусть она как есть похоронена, так и будет. Когда был у нас патриарх Пимен, он очень болел. Потом у него ножки отказали. Его на кресле возили. И батюшка наш говорил. Молитесь за патриарха Пимена. Молитесь. Дай Бог, хоть он какой, хоть больной, только бы был у престола Божия патриарх последний. Я тогда не понимала, как это патриарх последний. И когда Пимен отошел ко Господу, мы ездили к нему на похороны. То после него появился новый патриарх Алексей. И я подумала, как же так батюшка говорил, что патриарха не будет. А батюшка, оказывается, говорил о другом. Не то, что не будет патриарха, как священнослужителя. А не будет слова, кто бы нас защищал. Не будет такого благословения, что не берите паспорта, не берите ННН. Все вот это сатанинское, все будет обращено не во спасение душ наших, а в прельщение. Прости меня, Господи. Говорил, чтобы мы ничего не принимали, никакие документы, номера. И за принятие этих документов, говорил он, молитва сильно ослабевает. И причем он очень просил, дети мои, ничего не принимайте, ничего, никакие документы. А начиналось все с ваучеров. Когда выдавали ваучеры, я, великая грешница, получила его по незнанию. А когда у батюшки спросила, то быстро от него избавилась. Оказывается, батюшка не благословлял брать ваучер. Потом, когда стали выдавать медицинские полисы, не благословлял брать полисы. Затем пенсионные номера. Он говорил, что это все идет поэтапно, потихоньку. Ух, как хитро затягивает Антихрист. Очень хитро. Начал с ваучеров, а потом по ступенькам потихоньку. Говорил, что за ваучерами пойдут полюса. Затем номера, страховые полюса. Потом будут новые паспорта. А потом уже после паспортов будут людей клемить. То есть вот эти чипы давать. Слово чипы он не произносил. Но подразумевались именно они. Говорил, даже будет клеймена сатаной одежда. Будут знаки такие на одежде. На пальто, на плащах. Треугольником вниз. И обувь будет так же. Кресты будут на обуви. Чтобы мы ходили и попирали на полу. На линолеуме, коврах будут кресты. Если мы примем номер ННН, если попадем в перепись, если пойдем голосовать, то потихоньку, незаметно мы и попадем в сети Антихриста. И батюшка даже так говорил. Кто примет полюс, потом номер, а потом и паспорт, то назад дороги не будет. Вы уже будете как зомби. Отнимется ум и будете принимать все остальное. И под печать сами будете подставлять руку и лоб. А вам ее будут наносить лазером. Ад, говорил, батюшка переполнен. Уже некуда людей посылать. Настолько переполнен. О выборах и голосовании говорил прямо. Последнее время на выборы и голосование не ходите. А про перепись говорил, что это отречение от Бога. Видишь, как хитро устроили. Перепись. Это голосование за Антихриста. А номерах предупреждал прямо и говорил, что их будут давать, что будет все электронное. Он говорил, что есть такая машина в Америке, зверь, в которую сводят все данные. И с ее помощью враг опутает всех, как паутина и всех обтянет. Охватит сатана весь мир. И из космоса будет управлять. Кто примет полисы, номерки, паспорта, тот и будет у него на счету. Поэтому батюшка очень отрицательно относился к компьютерам и всему электронному. На весь мир строится эта сатанинская сеть. Чтобы весь мир проглотить. Это все, это отречение от Бога, говорил. Здесь мы временные. Там мы вечные. Бесконечная жизнь там. И ничего не благословлял. А если мы будем говорить, предупреждал он, что в этом нет ничего особенного. И это тоже ничего особенного. Это еще не печать. И примем номер ННН-паспорта. То у нас помрачится ум. И будем как безумные. И когда подведет нас Антихрист уже к печати, то нам и это не страшно будет. Мы руку подставим и чело подставим свободно. Мы уже будем как безумные. Поэтому батюшка и просил ничего не принимать, чтобы не предать Господа. Его раз распинали. А мы сейчас второй раз распинаем. И когда на товарах стали появляться штрих-коды, он даже не благословлял покупать те товары, на которые нанесен штрих-код. Он пальцем показывал на них и говорил, что это номер 666. Но потом уже, когда номера стали везде и надо было как-то жить, он говорил, чтобы мы все крестили. Все крестом крестить. Крест все сжигает. Срывайте, крестите и все крещенской водичкой окропляйте. Тот, кто не пойдет это получать и скажет, пусть распнут меня, но за Бога, тому при жизни венцы будут давать. Но они будут невидимые. Но кто удостоится их, почувствует душой. Господь нас оберегает и посылает их венцы. Тем, кто твердо будет стоять в вере, тогда будет два пути. Крест и хлеб. Выберем крест, спасемся. Выберем хлеб, погибнем. Но своих Господь не оставит. Батюшка говорил, что будет рассвет России. Она расцветет после этих страданий. Сейчас будут страдания, и ННН будут навязывать, и карточки, и переписи, и паспорта. И нам надо выстоять, пройти через эти страдания. Последнее время, говорил он, люди много будут болеть. Но не отчаивайтесь, это будет воочищение душ ваших. А потом он сказал, Россия процветет, будет новый царь. Она воскреснет и освободится от этой заразы сатанинской. И жизнь будет очень хорошая, благочестивая. Но все зависит от нашего покаяния. Нужно соборное покаяние, чтобы был у нас новый царь. Без покаяния царь не придет. Батюшка нам говорил, что все это творят жидомасоны. Только они тайно все творят и из космоса управляют нами. Они даже наше общение друг с другом будут знать. Они хотят затоптать веру православную, стереть ее в порошок. И тогда царь даст благословение казакам идти защищать веру. Если все трудности переживем, перетерпим, говорил он, если нас Господь подкрепит, пронести все это, то возрождение России будет. Батюшка говорил, что будут гонения, будут увозить эшелонами, которых будет три. Господь откроет, что это будут за эшелоны. Попасть нужно сразу в первый эшелон. Как начнут арестовывать и вывозить, пускай увозят. Батюшка говорил, что люди с первым эшелоном спасутся. Не физически спасутся, а душой. Люди во втором эшелоне только наполовину, а третий эшелон вообще не дойдет. Батюшка учил, что как только гонения начнутся, то не надо ничего бояться. А нужно стремиться попасть в первый эшелон. Батюшка предупреждал, что надо быть готовым к этим гонениям. Имейте рюкзачок, наполненный теплой одеждой, обувью и деньгами. Хотя будет такое, что не купить, не продать. Но денежки все равно берегите. Раз, схватил рюкзачок и готов. Еще он благословлял запасаться продуктами. В запасе всегда должны быть горох, сахар, соль, керосин, спички и керосиновые лампы, потому что света не будет. Предупреждал, чтобы никаких прививок не делали. Последнее время никаким врачам нельзя доверять, так как они будут очень хитро подходить и могут под кожу ввести чипы. Он говорил, что будет сильная война и останется очень мало людей на земле. Жара будет после войны и голод страшный по всей земле, а не только в России. И жара страшная и неурожаи последние пять-семь лет будут. Сначала все уродится, а потом польют дожди. И все затопит, и весь урожай сгниет, и ничего не соберут. Пересохнут все реки, озера, водоемы, и океаны будут пересыхать. И растопятся все ледники, и горы сойдут со своих мест. Солнце будет очень горячее. Говорил, что после войны так мало останется людей на земле. Так мало, что центром войны будет Россия. Люди будут хотеть пить, будут бежать, искать воду, а воды не будет. Увидят, что-то блестит на солнце, и подумают, что это вода. Подбегут, а это не вода, а стекло блестит. Война будет очень быстрая, ракетная, и такая, что все будет отравлено. Батюшка говорил, что на несколько метров в землю все будет отравлено. И тем, кто останется жив, будет очень тяжело, потому что земля уже рожать не будет. Как пойдет Китай, так все и начнется. Произойдет смешение. Наши девицы и женщины будут выходить замуж за китайцев. Но это будет страшный обман, потому что все это будет предприниматься для того, чтобы занять территорию и нас погубить. Батюшка говорил, что соединяться с китайцами – это очень плохо. Это тяжкий грех. Первая кончина мира была – всемирный потоп. А вторая кончина – гореть будет земля и небо огнем. Земля будет мертва, но после снова будут люди, новые будут люди. Будет новый век. Будет обновление света. Батюшка сказал, как Господь сохранил Ноя для продолжения рода человеческого. Так же и сейчас, кого он изберет и укроет, они останутся, чтобы потом родилось новое человечество. Будет новое племя, и еще царь будет в России. После нас будет обновление света России. Это будет до пришествия Антихриста. Только после войны и голода будет возрождение России. Про Афон батюшка говорил, как Царица Небесная туда пришла, так она оттуда и уйдет, потому что осквернит все бабья нога. Она потерпит, потерпит и не сможет терпеть и уйдет так же, как и приплыла. Говорил, последнее время по одному жить не будете. Из монастырей бежать будут. И батюшка так за головку взял с обеими ручками и, покачивая ею, запричитал. Ох, как бежать-то будут! Как бежать-то будут! Дьявол овладеет монастырями. И хорошо, если у кого останется домик, свой уголок, куда бежать. А тем, кому бежать-то некуда, те под забором будут умирать. То, что нельзя будет ходить в храмы и монахи побегут из монастырей, батюшка прямо объяснял, что это произойдет не только из-за смешения вер, но и из-за принятия этой системы антихриста, всех новых документов, всего электронного. Батюшка за много лет до этого нам всем благословлял домик с земелькой иметь. За много лет, наверное, с конца 70-х или в начале 80-х годов, чтобы из больших городов старались уезжать и стараться надо жить общинками. И хорошо бы, чтобы со священником. Так и говорил, покупайте домики в деревне, покупайте домики в деревне, хоть земляночку, Божие благословения на это есть. Покупайте и сразу копайте колодец, чтобы у вас была своя водичка. И сразу посадите вербу, потому что под вербой всегда вода. Никогда Господь не уберет под вербой воду. Если днем будет печь солнце, а мы ночью под вербой корешочки раскопаем, там земля будет сырая. И мы с молитвой будем брать эту земельку, шариком скатывать и глотать. Будем питаться коренями, травами. И надо собирать лист липы. Вот вам будет хлеб и вода. Господь чудом будет питать чудом. Тогда Господь живым будет давать венцы, кто не предаст Бога, кто пойдет за Ним. Он не раз говорил, что гонения на церковь, какие были после 1917 года, повторятся. Но эти страдания будут во спасение души. Пока, говорит, еще не подошло то время. Надо потихонечку, потихонечку в деревне-то иметь домик. А мать Валентина все просила его. Батюшка, да благословите продать домик-то. Я старая, сил-то нету. Он разваливается. А батюшка не благословил. Нет-с. Хоть заваленный, держи избушку. Земля, мать, кормилица. Вот будет страшный голод. Трупы будут валяться. А у вас будет своя земелька. Она вас будет кормить. И не лениться, не лениться. Господь труды любит. Вот так вы будете продолжать жизнь свою, пока Господь сам не определит душу. А в городе какая страсть будет. Свет отключат, газ отключат, воду отключат. Не будет ничего. И люди чуть не заживо гнить будут в квартирах. Про печать Антихриста говорил, что он так хитро будет внедрять ее. По этапам, по ступенькам. Сперва ум отнимется. Очень плохо с головой будет. И вы спокойно подойдете, чело подставите, руку свою. И вам тут же печать поставят. Потом он говорил, что после печати обман такой будет. Голод будет, хлеба не будет, ничего не будет. Вот его слова. Вам скажут, если вы сейчас печать поставите, то всех вас будут кормить. А это обман. Обман. Три дня только будут кормить. А после скажут, что ничего нет. Лучше умереть с голоду, но только не принять печать Антихриста. Батюшка очень молил нас, чтобы мы только не отошли от Господа. Только бы спаслись.